Изначально в повестке заседания значился только один вопрос – готовность спасателей к весеннему половодию. Но в связи с тем, что с начала этого года по Подмосковью прокатилась страшная волна пожаров, и Одинцовский район, увы, не исключение, в план заседания решили внести еще один вопрос. На этом настояли сотрудники МЧС в связи с тревожной статистикой по пожарам. С начала 2016 года на территории района произошло фактически около 30 пожаров, на которых у нас погибло два человека, пострадал один человек. В основной своей массе это пожары на территории СНТ, ДНТ и коттеджных поселков. Что еще страшнее – участились случаи гибели во время пожара детей. На сегодняшний день на территории Московской области, только в Московской области, погибло уже семь детей. Значит, все пожары произошли в частных живых домах. Основные причины пожаров, произошедших в этом году в Московской области – неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Основная задача спасателей – вовремя ликвидировать пожар, а властей – сделать все для того, чтобы предупредить его. Естественно, нам нужно будет провести работу с председателем СНТ. Необходимо будет усилить работу местных администраций на данных территориях совместно с сотрудниками МЧС по профилактике. Кроме того, главпоселения обязали оказать адресную помощь малоимущим гражданам по ремонту печей, замене электропроводки, установке системы оповещения. Но готовым нужно быть не только к пожарам. Существует опасность и от другой стихии. Близится весеннее половодие. Районные и местные власти тщательно к нему готовятся. Основные задачи – проверить системы водоотведения на дорогах и обеспечить безопасность непосредственно на водоемах. Определены пункты, которые, возможно, подвержены подтоплению. Девять населенных пунктов. Силы и средства известны. Автобусы, три автобуса выделяют на базу номер два управления президента. Три Hyundai по 40 человек вместимостью. ПВР у нас ООО «Солнечная поляна». Там рядом все находится вместимостью 320 человек. И вывод – возможное локальное подтопление подвальных помещений, жилых домов и приусадных участков. Спасатели и главы поселения доложили, что готовы к борьбе как с пожарами, так и с весенним половодием. Так ли это – покажет время. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.